Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоимость отдыха в Турции выросла за год на 98%. Где этим летом проводят отпуск самарцы и что изменилось в туристической отрасли? Подготовка к зиме продолжается. В Самаре работы по перевооружению теплотрасс ведут на 15 объектах. Напомним, в этом году запланировано провести работы на 20 участках тепловых сетей. Первоначальный список был расширен почти вдвое в связи с увеличением объема финансирования. Об этом говорили на оперативном штабе по подготовке города к отопительному сезону под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Основная часть вложений направлена в Куйбышевский район. В части устройства теплосетей в районе перекладки на 25 квартале производятся земляные монолитные работы. По улице Грозненской готовность объекта составляет уже 90%. Также Владимир Василенко детально разобрал с подрядчиками работы на каждом объекте, отметив при этом удовлетворительную работу по модернизации теплосетей по улице Ташкентской. На участке собрана практически вся труба и выполнены все врезки в камере. Особое внимание первый заместитель главы уделил и объекту, который расположился на улице Самарской в границах Ленинградской и Некрасовской. Здесь в ночь на 14 июля удалось уложить 11 лотков общей протяженностью 33 метра. Строительство двухуровневой развязки по улице Новосадовой и Советской армии подходит к завершению. Уже полностью готово основание. Сейчас рабочие приступают к заливке бетоном швов и, в последующем, угладке асфальта. Планируется, что движение по новому городскому путепроводу откроют уже в этом году. Подробнее в материале Михаила Ермоленко. Еще год назад сложно было представить масштабы новой двухуровневой развязки по улице Новосадовой. И вот наступил исторический момент. 130-тонный кран опускает на основание последнюю из 288 балок. Специалисты результатом довольны. Говорят, что за год удалось выполнить колоссальный объем работ. От бурения отверстий для свай до бетонирования и армирования. Строители даже скромно сравнивают свое творение с возведением Сокского моста. И хотя развязка на Новосадовой вовсе не мост, но работы хватает. Сейчас на данном объекте идут работы по устройству выравнивающих слоев, по устройству межбалочных швов. Только межбалочных швов на данном объекте порядка 10 тысяч метров. Монтаж одной балки основания занимает около полутора часов. Как отметили специалисты, основная сложность объекта – его криволинейный ход. То есть дорога на высоте делает небольшой поворот. Поэтому необходимо все тщательно просчитать перед тем, как балку уложат на опорную часть. Практически все строительные материалы для новой развязки производят в России. Например, части для основания изготавливают вблизи Тольятти. В одном пролете 16 таких частей. Между собой они соединяются бетоном на основании из арматуры. Чтобы залить все межбалочные швы бетоном на протяжении всего объекта, специалисты сделали порядка 166 тысяч заготовок арматуры. Такое огромное количество необходимо, чтобы обеспечить все 18 пролетов путепровода. После окончания основных строительных работ на развязке, подрядчику останется обеспечить гидроизоляцию, покрасить основания и опоры, перенести инженерные коммуникации, благоустроить территорию и уложить свежий асфальт. Движение по путепроводу планируют открыть уже в этом году. А полностью объект протяженностью 575 метров будет готов к четвертому кварталу 2023-го. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Национальные проекты в действии. Минувшей ночью дорожные рабочие начали фрезеровку старого асфальта на улице 8 марта. Здесь профильным службам предстоит обновить около километра проезжей части. Ремонт необходим, так как улица соединяется с другой Сергея Лозо, которая в свою очередь ведет к обновленной вертолетной площадке. Наша съемочная группа побывала на месте. Как идет ремонт, расскажет Михаил Ермоленко. Улица 8 марта – одна из ключевых дорог в поселке Управленческий. В этом году по решению городских властей, с учетом просьб жителей, участок включили в перечень ремонтируемых на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Профильные службы уже приступили к первому этапу – фрезерованию. Сейчас снимают старое дорожное полотно, убирают все имеющиеся дефекты. Дорожные службы фрезеруют участок от улицы Сергея Лозо до Красноглинского шоссе. Общая протяженность – около километра. Работают, исходя из погодных условий, и преимущественно ночью, чтобы не осложнять дорожный трафик в дневные часы. Как отметили специалисты, на проезжей части есть проблемы с дождеприемниками. После фрезерования решетки ливневок выставят на проектную отметку – на один уровень с будущим асфальтобетонным покрытием. Ремонт улицы 8 марта ждут не только самарцы, но и гости города. Эта дорога соединяется с улицей Сергея Лозо, которая ведет к одному из излюбленных мест отдыха – обновленной вертолетной площадке. Рами Светкулов приехал в Самару из Красного Яра, чтобы в том числе полюбоваться вертолеткой, с которой открывается панорама на Жигулевские горы и Волжские просторы. Родной город нужно любить. Все подъезды к городу, все достопримечательности должны быть в хорошем состоянии из-за асфальтированной дороги. На улицах Сергея Лозо и 8 марта, расположенных в непосредственной близости к вертолетке, ремонт выполняется одновременно. Так рабочие уже почти полностью закончили фрезерование дороги на улице Сергея Лозо. Продолжаются работы на инженерных коммуникациях. В дальнейшем предстоит укладка свежего асфальта. На обеих улицах выполняют устройство нового покрытия с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. В соответствии с муниципальным контрактом будет использована смесь ЩМА-16. В этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать порядка 35 участков. Работы на 17 из них уже завершены. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В Самарской области задержали пособника Международной террористической организации, запрещенной в России и в настоящее время действующей на территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Также причастных к этой организации задержали в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской и Московской областях. По указанию эмиссаров задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Полученные деньги под видом благотворительности направляли на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористом Идлибской зоне Сирийской Арабской Республики. По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Следственными органами в отношении указанных лиц возбуждены и расследоваются уголовные дела за содействие террористической деятельности. Оперативно-радыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области осудили одного из членов организованной преступной группы. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ. У подозреваемого нашли около двух килограммов различных наркотических веществ. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам заключения. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. В Самаре иномарка въехала в здание торгового центра. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. ДТП произошло этой ночью. 27-летний водитель за рулем БМВ ехал по улице Новосадова и возле дома номер 106-я он повредил дорожное ограждение и въехал в фасад здания. Молодой человек не пострадал, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили административные материалы, а автомобиль поместили на спецстоянку. В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство поликлиники номер 10 в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Шестиэтажное здание в Волгаре будет рассчитано на 700 посещений в смену. Там будут размещаться лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, реабилитационное, хирургическое, а также отделение женской консультации. Здесь же будут расположены адаптированные для приема маломобильных граждан помещения инфекционного профиля с отдельным входом и дневной стационар. В Самаре планируют запустить скоростной речной маршрут до Казани. Речь идет про возобновление скоростных перевозок судами на подводных крыльях типа «Метеор» по маршруту Самара-Ульяновск-Казань с заходом в Тольятти. Этот вопрос ведомство прорабатывает совместно с представителями властей Ульяновской области и Республики Татарстан. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе проектов в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа «Иволга», который пройдет с 21 по 29 июля в Самарской области на фестивальной поляне. «Иволга» предоставляет возможность молодым людям защитить свои проекты и получить гранты на их реализацию. Принять участие в конкурсе проектов могут резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году в окружном конкурсе три направления – этнокультурное многообразие и единство народов, предпринимательство и бизнес, а также создание сообществ и реализация государственной молодежной политики. Прием заявок на участие в окружном конкурсе продлится до 23 июля. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн проверил, как в Самаре идет реставрация объектов культурного наследия. Напомним, сегодня в областном центре восстанавливают такие памятники архитектуры, как дачу купца Головкина, фабрику кухню, дом купца Маштакова. Как заверяют подрядчики, все объекты будут сданы в срок. В Самарском доме со слонами усиливают фундамент, перекладывают инженерные системы, чтобы здание можно было отапливать зимой. После реставрации здесь откроют международную школу молодых архитекторов. Как идут ремонтные работы, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Дачу купца Головкина построили в начале 20 века по передовым в те времена технологиям из полых блоков. Но со временем они стали осыпаться. В советское время и в начале 90-х их пытались заменить кирпичами, усилить металлическими конструкциями. Но последствия оказались печальными, так как здание на такие нагрузки не рассчитано. Поэтому реставраторы начали изготавливать блоки, аналогичные тем, что применялись в строительстве раньше. Дом со слонами должен открыть свои двери для посетителей в 2024 году. Само здание будет белого цвета, а все деревянные конструкции, вся фурнитура, окна, двери будут синего цвета. Вместе с городом мы уже этот вопрос проработали. Сделаем благоустройство склона вниз до самой Волги. Сегодня это, к сожалению, все заросло уже травой, деревьями, которые за эти годы выросли. И с Волги, проходящих мимо судов, к сожалению, прежней вот этой замечательной картины наших слонов не открывается. Наша задача сделать так, чтобы все, кто проплывал мимо, застывали в оцепенении, увидев или через иллюминатор, или с палубы такую красоту. Также сейчас решается вопрос о строительстве пристани, которая исторически существовала в этом месте. Кроме того, вниз к Волге планируется построить лестницу, чтобы туристы могли спуститься к берегу. Это все реально, реально, когда есть порядок в головах и точно ставится цель решить эту проблему. Я полагаю, еще раз повторяю, этот объект будет в ближайшие два года решен и будет одно из красивейших также мест в городе Самарчук. Полным ходом идет реставрация еще одного памятника архитектуры – фабрики кухни. Закончено восстановление каркаса здания, оконных конструкций, перекрытий, продолжаются отделочные работы. Сейчас очень важная часть – это установка инженерных современных коммуникаций, в частности, климат-контроля. Это очень важные вещи, это и безопасность тех коллекций работ, которые будут сюда привезены, и безопасность в плане их сохранности климата. Это первое, по сути, такое здание в регионе, в такой большой площади, где будет обеспечен абсолютно точный музейный климат, благодаря чему сюда можно будет привезти работы любого уровня сложности, и ценности из любой точки мира. Заинтересовать самарцев собираются не только мировыми шедеврами живописи. Александр Хинштейн обсудил и некоторые ноу-хау. Обсуждали сейчас и другие какие-то новации. Еще на самом начале, когда мы только приступали к спасению, сохранению этого уникального здания, была одна из идей установить здесь парашютную вышку. Мы сейчас к ней снова возвращаемся. Ну, понятно, к открытию вряд ли мы это успеем, но вот следующим этапом, наверное, я себе вот так вижу, парашютная вышка здесь может появиться. Еще и для того, чтобы у людей была возможность, поднявшись наверх, увидеть с высоты птичьего полета, как, собственно, выглядит серп и молв. Потому что в самом здании прочувствовать это достаточно сложно, здание оно огромное. Не остался без внимания и памятник деревянного зодчества начала 20 века. Дом купца Маштакова расположен на улице Самарской. После реставрации в нем создадут музей-галерею Заварка. На сегодняшний день в здании отреставрированы уникальные печи 19 века. К дому проложены водопроводные, канализационные, электрические сети. В целом строители оценивают готовность памятника на 60%. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. В Самаре завершились работы по ремонту фасады и инженерных систем одного из домов в Октябрьском районе. Работу выполняли по региональной программе капитального ремонта. Как обновилось здание, расскажем в следующем сюжете. Дом номер 275 по улице Новосадовой был построен еще в 1936 году. Крышу здания отремонтировали перед чемпионатом мира по футболу. Теперь пришла очередь фасада и инженерных коммуникаций. Внешние стены утеплили и покрасили. Внутри провели замену всех труб горячей и холодной воды, отопления и канализации в квартирах, подъезде и подвале. Работы проводились в принципе не так долго. Это было около двух месяцев. Это в инженерной коммуникации и фасад. Работы велись параллельно. В принципе народ собирался неплохо. Дом организованный. В процессе работ приходилось контактировать с населением. Отказов от производства работ было минимально. Это хорошо. То есть в дальнейшем не будет проблем с возникновением гарантийных обязательств. Работы выполняли по региональной программе капитального ремонта. Перечень домов определяется муниципальными органами власти. Они собирают информацию с управляющих организаций о техническом состоянии домов и принимают решение о необходимости проведения капитального ремонта и о перечне видов работ. Жители в свою очередь должны вовремя платить за капитальный ремонт своего имущества. Как и с технической, так и с строительной точки зрения сделано все быстро, четко, без нарушений. Как бы это, наверное, потому, что активная позиция, прежде всего, жителей дома, помощь администрации Октябрьского внутригородского района и управляющей компании. То есть все вместе консолидировано. Хотелось бы отметить еще такой вопрос. По данному дому процент сборов на сегодняшний день составляет 91%. За период 2022-2023 годов в рамках региональной программы необходимо отремонтировать 2500 домов. По большей части договоры уже заключены, а 350 домов проходят повторную процедуру торгов. Всего же в регионе отремонтированы более 5700 многоквартирных домов. Андрей Горгуленко, События. Средняя стоимость семейного отдыха в Турции увеличилась на 95-98%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникшие за роста цен. Вместе с тем наблюдается нехватка мест на рейсах в Турцию на ближайшие даты. Тем временем на российском юге переполненные отели номерного фонда не хватает, рассказывают турагенты. Как проходит туристический сезон для самарцев и какие изменения в туристической отрасли появились в этом месяце, расскажет Светлана Кудрявцева. Отдых в Турции и Египте в этом году подорожал вдвое, заявили в Ассоциации туроператоров России. Отели после двух лет пандемии пытаются компенсировать потери. И в результате это приводит к повышению цен. Однако туристов это не останавливает, в том числе и самарских. Если взять недельный тур на двоих из Самары, то это 100 тысяч рублей минимум. Раньше можно было уехать в такой же тур за 50-60 тысяч. Поэтому цены высокие, но те, кто соскучился по отдыху, они по этим ценам едут, отдыхают. Поэтому на данный момент это турецкое направление, Эгейское море и Анталийское побережье. Ну и наш юг традиционно, потому что люди хотят море, песок. На российском юге цены остались приблизительно на уровне прошлого года, потому что и тогда они уже были высокими, взлетели из-за ковидных ограничений. При этом россияне все равно стремятся к морю. Самые популярные направления – Сочи, Анапа, Геленджик, Крым в меньшей степени, поскольку все еще закрыт аэропорт в Симферополе. Как отмечают эксперты в сфере туризма, спрос на российские курорты настолько высок, что не хватает мест в отелях. Самая главная проблема – это наличие мест. Люди готовы заплатить, ищем туры, либо все распродано, либо осталось 2-3 ночи свободные, и даже неделю найти в одном объекте очень сложно. Часто люди покупают несколько дней в одном объекте, несколько дней в другом. Турция – это примерно 5-6 миллионов туристов за сезон. И если мы добавим это количество к переполненным курортам российского юга на данный момент, то вот вы смотрите, куда их селить. Между тем, с этого месяца в России заработала новая мера поддержки туротрасля – нулевая ставка НДС для гостиницы и ряда других туробъектов. Для уже работающих отелей льготный период применения нулевой ставки действует по 30 июня 2027 года. Для получения льготы отелям в конце третьего квартала этого года необходимо обратиться в налоговые органы с соответствующей декларацией. Новые отели, которые открылись с начала этого года, в том числе после реконструкции, должны подать заявление в Ростуризм, вступление в специальный реестр, а затем обратиться в налоговые органы. После этого на 5 лет ставка НДС будет нулевой. В Ростуризме и в правительстве рассчитывают, что это станет инструментом для поддержания оптимального соотношения цены и качества услуг. Также в июле начали действовать административные штрафы для тех, кто ведет туристическую деятельность нелегально. Если туроператор не включает сведения о турагенте в специальный реестр, если турагенты не включают сведения о субагентах, либо если лицо не включено в специальный реестр турагентов, но, несмотря на это, осуществляет свою деятельность, вот для всех этих ситуаций теперь будут действовать административные штрафы для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. С этого месяца вступили в силу и важные изменения в закон о туристской деятельности. Теперь, чтобы быть гидом-переводчиком или экскурсоводом, нужно обязательно быть гражданином Российской Федерации, пройти аттестацию, быть включенным в специальный реестр. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, которая создается органом в сфере туризма в соответствующем регионе. Ну, например, у вас туристический маршрут предусмотрен и на территории Самарской области, и на территории соседних регионов. Ульяновская область, Республика Татарстан. В этом случае вам в заявлении нужно об этом обязательно сказать, для того, чтобы в вашей аттестации поучаствовали члены аттестационных комиссий этих регионов. Аттестат выдается по общему правилу на 5 лет. Для получения необходимо профильное образование. Но тем, кто работает экскурсоводом больше 5 лет, этого не нужно. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. Крылья Советов ближе всех из самарских команд к старту официальных соревнований. Футболисты вовсю готовятся к первой игре Чемпионата России, которая состоится уже в эту субботу. А другие коллективы только выходят из отпусков. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты и тренерский штаб Крыльев Советов провели очередную тренировку на клубной базе перед матчем первого тура Чемпионата России по футболу против Оренбурга. Занятие продолжалось более полутора часов и включало в себя физические упражнения, работу с мячом и отработку стандартных положений. На поле не было лишь защитника Матео Барача, который продолжает восстановление после травмы. Также стало известно, что матч Крыльев и Оренбурга рассудит Павел Шадыханов из Москвы. При его судействе самарцы провели один матч в прошлом сезоне Чемпионата России, сыграв ничью с тульским арсеналом, и три матча футбольной национальной лиги, победив во всех из них. Волейболисты «Новы» вышли из отпуска. На первом предсезонном клубном собрании присутствовали игроки и тренерский штаб «Основы», молодежки, а также сотрудники администрации. Собравшиеся познакомились и пообщались, поскольку в основной команде сразу девять новичков. Полный состав, который будет готовиться к играм российской суперлиги, куда «Новы» вернулась после победы в высшей лиге «А», опубликован на страницах волейбольного клуба в социальных сетях. Воспитанник баскетбольного клуба «Самара», обладатель Кубка России, чемпион Суперлиги-1 Виктор Кашин возвращается в систему клуба. В новом сезоне он будет выступать за команду по баскетболу 3 на 3. Минувший сезон Виктор провел в Суперлиге-2, выступая за Тобольский нефтехимик. За основную команду «Самара» он выступал с 2019 по 2021, проводя на паркете в среднем по 11 минут за матч. Руководитель пресс-службы мэрии «Самара» Елена Рыжкова рассказала в своем телеграм-канале, что заказала на госуслугах паспорт болельщика. Уже через день пришло уведомление о том, что можно забрать его в любом из отделений МФЦ. С собой нужно принести документы, подтверждающие личность, паспорт на детей свидетельства о рождении. Выбрать ближайший офис МФЦ можно на карточках, которые размещены в телеграм-канале. Департамент городского хозяйства и экологии напоминает о противопожарной безопасности. В телеграм-канале сотрудники сообщают, что в районе студеного оврага у горы Барсук в лесу отшельник построил деревянное жилище. Его постройки загорелись, пожар удалось локализовать, деревья не пострадали. Сотрудники департамента вместе с МЧС организовали дежурство во избежание повторного возгорания. Администрация советского района поделилась в своем канале фотографиями дворов, которые участвуют в конкурсе «Цветущий советский район-2022». Например, жители дома номер 81А по улице Свободы с заботой подошли к благоустройству зеленой зоны. Также красоту создают в своем дворе жители дома номер 61 по улице Антонова Овсеенко. Администрация района благодарит самарцев за проявленную инициативу и активную жизненную позицию. В телеграм-канале можно узнать, как принять участие в конкурсе. В Кировском районе уже отметили День металлурга. Профессиональный праздник специалистов металлургической отрасли отмечается в третье воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 17 число и пройдет на официальном уровне уже в 65 раз. Во дворе дома номер металлургов 87 перед жителями выступил коллектив Самарского дворца творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова